ДИ-М-М Я просто сижу такой в здании И голова на улице торчит Ну, реально, какой у тебя рост? 100? 93? Ну, все Жесть, невероятно У тебя встречались друзья, которые выше, чем ты? Нет, обычно таких нет Я привык сверху смотреть на них Ну, слушай, ты так сразу не говоришь Что я привык на людей сверху смотреть Весьма двусмысленно Ну что, Паш, давай вообще познакомимся Пообщаемся с тобой Как ты решил прийти к той деятельности, которой сейчас занимаешься? Ты у нас блогер Ты у нас человек, который, ну, контент-мейкер, я думаю, в разных форматах И как оно у тебя так сложилось, что тебе стало вдруг именно это интересно? Ой, на самом деле с детства С детства, с такого немножко, наверное, позднего Детства мечтал получать внимание со стороны Я прекрасно тебя понимаю Платформа Ага, я обожаю внимание со стороны людей Это разумеется Но я имею в виду еще там быть Замеченным в соцсетях каких-то Где-то в 2000 Там не помню каком 17-го, наверное, когда вот появились блогеры, вайнеры Я увидел, что типа Ребята снимают скетчи, снимают вайны И про жизненную всю движуху Я такой думаю, ну, давай попробую Короче, начал снимать вайны Зашло, не зашло На телефон, разумеется Ну, естественно Не умею монтировать ничего Ну, в процессе разобрался, да Снимаю первый вайн, наверное, с братом или сестрой Постоянно их доставал Типа, давайте снимем, давайте снимем Так как у меня большая семья, 6 человек Был оператор, были актеры всегда Поэтому проблем не было Довольных, правда, не было Довольных не было, не верили они мне Думали, блин, что ты с этими роликами к нам пристаешь Вот, поначалу по чуть-чуть заходило Помню, там первые ролики заходили что-то 15 тысяч, там, 10 тысяч просмотров в инстаграме Ну, слушай, это вообще неплохо Было нормально Ну, а соцсети, которая запрещена в Российской Федерации Да Ты что это сказал случайно? Поняла Так Да, что дальше? Неловко, да? Боишься теперь говорить Ну, ладно, говори дальше, рассказывай Так вот Ну, слушай, подожди, дай я сразу пару копеек вставлю 15 тысяч в самом начале Ну, и для... Ну, это же не так шучно Да, я сам думал, неужели так легко? Да, это очень даже неплохо Потом я снимаю ролик И... А я его увидел у какого-то американского блогера Да И решил, давай то же самое сниму Адаптирую, да Плагиат Я даже слова такого не знал Адаптирую, да И мне пишут в комментарии Плагиат Я типа читаю такой А что такое плагиат? И пишут Да ты своровал этого блогера Вот это вот Я такой загоняться начал жестко О нет Загнался Я такой, все, я больше не снимаю Я такой, а... Типа, камон, все, финиш Моя карьера окончена Быстро Ну, правда, для меня это была первая такая атака со стороны Надплылся на неизвестное слово И такой... Съебурский А вот в интернете Какие-то слова Плагиат Это были такие первые хейтеры Вот, сейчас, мне кажется, каждый второй снимает плагиат Ну, это правда, да Потому что, скажешь, каждый второй это хейтер Слушай, у меня вообще нет хейтеров, почти Да Я очень положительный такой персонаж Ну, давай я буду первой Ненавижу тебя Так странно было Где дверь у вас? Да ты только что вошел через нее И не выйдешь в ближайший час, друзья Мы продолжим общаться Сейчас немножечко музыку послушаем Потом вернемся Именбек у нас прямо по курсу Это Троя Симон Только что у нас в эфире отметился Мы продолжаем общаться с Пашей Дворецким Паш, я когда читал про тебя Всякие истории в интернете Там ты сам рассказывал о том, что у тебя дед Всегда говорил, что человеку нужна профессия Какая у тебя профессия? Дед, реально, у меня дед есть Офигенный мужик Я очень сейчас про деда немножко расскажу Очень часто привожу друзей Я же вообще из Брянской области Город Сураж маленький И я очень часто привожу друзей туда А они довольны? Они вообще очень довольны Я привозил, не знаю Смотрел сериал «Трудные подростки»? Ну, может кто-то из наших слушателей смотрел Главный герой там Фил А так Виталий Андреев Я его привез туда один раз Сейчас он мне пишет, типа Погнали в Сураж Ну там такая, знаешь, прям деревенская атмосфера По-настоящему все Сколько ты там жил? До четвертого класса Это до десяти лет, наверное Да Плюс-минус Так вот Потом артистов Ты молодого Платона туда возил И они, типа, пишут, типа Давай-давай опять Я такой, чуваки, я только приехал оттуда А не получилось А так, типа И дед их А, вот, про деда Дед их постоянно грузит Так, ну ты понимаешь Сейчас нужно там Вот эту валюту закупить Сейчас будет тот-то Дед в валютах разбирается Он вообще В криптуру вкладываться надо И кто он такой не поддерживает Но вот, знаешь Старое такое мышление Старое видение И постоянно вот Про профессии Про все У тебя должна быть По-любому Тракторист, сварщик Там, я не знаю И постоянно всю жизнь Ну ты когда-нибудь занимался Ну чем-нибудь подобным Ну варил там, не знаю Метал Да, конечно Конечно Я вырос в такой семье Где первое, что нужно делать Это руками, наверное Потом уже есть Мы сами В Москве, который дом у нас Мы сами строили с папой Я в 6 утра вставал И носил эти блоки У меня папа просто строитель И мы сами с братом В 6 утра вставали И таскали блоки Сейчас он дома вообще Прекрасный стоит Игенный Так По профессии И по моей Что касается Да, у меня есть Отучился в колледже На ГЛОНАС Средства связи С подвижными объектами Чего ты оттуда помнишь? Да, какие-то провода Мы там сваривали На таком принтере Я не помню Слушай Интернет Типа мы проводили Называлось Офигенно красиво Да, звучит круто ГЛОНАС Типа средства связи С подвижными объектами Но Я пошел туда, знаешь Наверное Не за этой профессией Я пошел туда Потому что Потому что все идут Куда-то учиться Да, я понимаю Типа я такой после девятого Ага, пошел Но сейчас я уже когда Ну ладно, не сейчас Я давно это понял Давно понял Что конечно бы Если бы Мозг немножко раньше Начал соображать То, что тебе реально В жизни нужно И то, что пригодится То, конечно бы Я не пошел никуда учиться Я бы сразу начал Работать Зарабатывать Бизнес, дела И творчество И так далее Слушай Насколько я знаю Ты, по крайней мере Об этом говорил Или, может быть, обманули Ты же с 14 лет Вроде как сам зарабатываешь Ну, не обманули Получается А что у тебя за первая работа была такая? Чем ты занимался тогда, вспомнишь? Слушай Зарабатывал вообще Где только мог Потому что У нас многодетная семья Четверо детей Родители перевезли нас в Москву И достаточно сложно Четверых Многие Да, я понимаю Вот Поэтому У меня, знаешь Всегда в голове была такая тема Что Я должен Ну, если мне не могут купить родители Я должен сам это сделать Да, родители там Разумеется Помогли Да, конечно Там какие-то вещи Но то, что ты, если хочешь Вот увидел там у друга Какого-то на футболе Допустим Я тогда кроссовки помню Как сейчас Такие офигенные Найковские И я прихожу Такой Мам Хочу кроссовки Вот эти Можно на футбол Ваш Ну, у нас типа Сейчас нету денег Столько И я такой Ага Камон Типа денег нет Значит мне придется Сделать это самому И все И все Начинаешь работать Да, и С тех пор тот парень Без кроссовок Я понимаю Но у тебя не До сих пор Не-не-не Так, ладно Мы продолжим Про это общаться Чуть-чуть попозже Ребята, надо музыку послушать Оставайтесь с нами Ну что В интернете прочитал Что у тебя брат Егор Шип Это правда Или вы придумали Эту историю Егор Шип Слушай Хотелось бы Наверное Чтобы он был Мне братом Но он мне и так Как брат Ну, а как брат Да, расскажи Не по крови Слушай, много написано В интернете Много, реально Но Познакомились мы В 2019 году Ну, недавно Относительно Да, летом На съемке Вообще Моя Мой буст В медиасфере Начался с того момента Как я с Шипом Познакомился Меня попросили Просто приехать Отыграть охранника Саша Новиков Знаешь Сашу Новиков Вдералаш такой Рыженький На окно Вот Саша Новиков Говорит Приедь А я такой Камон Чего-то не хочется А мы с ним раньше Снимали войны Вот Я В 6 утра встаю Хотел вообще позвонить И отменить все Да, в 6 утра Такой думаю Ладно, поеду Приезжаю в Бутово Знакомлюсь с Егором Шипом Игра этого охранника И мы Шипом такие А давай Я не знаю Как вообще Это звезды сошли Мы такие Нашли друг друга Как будто Давай создадим канал Создаем канал Называем Больше-меньше Я потому что длинный Он маленький был Сейчас он вообще Подвытинулся Вот Создаем канал Больше-меньше За месяц у нас Полмиллиона подписчиков Минимум там было Ну это очень круто Ну это очень круто Невероятно Колоссальный уровень Да, мы снимали там Контент всякий А, и мы Назывались Богатые братья Вот Типа мы такие Братаны Еще и богатые Вот Да А люди любят богатых Где вы деньги брали? Я знаю, что вы там Что-то раздавали Дарили Как-то так В общем Слушай, ты хочешь Чтоб я сейчас рассказал? Конечно Это продюсерская тема Где мы брали Там уже нет Все раздали Цифры любят тишину Я понял тебя Ну что, ладно Ну ты, тем не менее Про количество подписчиков Все равно сказал Видимо, не эту Не эти цифры любят тишину Нет, эти цифры любят Огласочек Цифры разные Ты полопланетный жук Ну что, давай Давай с тобой поиграем В игрушечку Она очень простая Называется Жим или Жин-жин Я буду задавать тебе Вопросики какие-то В общем, условия ставить А ты говоришь Если согласен на это Ну то есть согласен На это сделал Ты говоришь Жим Если не согласен Ну или там По каким-то своим причинам То Жим-жим Хорошо? То есть я не могу сказать Нет, я не сделаю Обязательно Жим-жим Ты можешь как угодно говорить Вообще Что угодно Ну что, поехали? Итак Раскусить закрытую фисташку Да Зубы Жим Готов Ничего себе Зубы дорогие Так, выпустите песню Не на русском Но и не на английском языке Блин, просто непонятно зачем Ну давай Жим-жим Постоять на гвоздях Стою каждый почти день И в них сейчас, да? Гвозди в ботинках Правильно Пойти работать на обычную Ну, нормальную работу Ты всю жизнь там отработал? Не хочу Сделать татуировку на лице Жим-жим Нет Прокричать как орел Жим Ну давай Это как? Ну, придумай сам Ты же сказал, что готов Я знаю, как курица Так как Ну давай Это Курица тоже Человек с искал и полетел. Ну, я помню, что он такой летит, такой смотрит. Наверное, не так. Ну что, болезненный орел. У него просто горло село. Правильно, правильно. Ну, слушай, тем не менее, видишь, не побоялся, даже не зная как, но все равно пошел на это. Ну что, давай дальше с тобой общаться. Смотри, ты сказал, что в целом не готов делать татуировку на лице, правильно? Да не. Ну, а почему? Все бьют. У меня вообще нет ни одной татуировки. Я считаю, если, во-первых, делать какую-то татуировку, она должна что-то значить для тебя, и чтобы ты никогда не свел. Вот поэтому ты у тебя не бьешь тебя. Допустим, рождение ребенка, ну, к примеру. У кого-то? Да, у соседей. Обожаю соседей. Нет, допустим, рождение моего ребенка. Я понимаю, что этого человека я, во-первых, никогда не потеряю из жизни. Всегда буду его любить. И это будет у меня всегда там рядом. Да. Допустим, с девушкой первой встречи, с которой я неделю знаю, я там не могу набить, потому что она завтра куда-то пропадет, ну, или я пропаду, и все, пиши пропал, и вопрос, что набился. Вот. А на лице так вообще зачем лицо портит? Ну, я не знаю, вдруг тебе тоже нравится. Слава богу, за лицо вообще чистое. Так, ну, кстати говоря, раз уж детей коснулись, ты хочешь детей, да? Хочешь семью большую и крепкую? Ох. Да, вообще с кайфом бы, конечно. С кайфом, с семью с кайфом. Это так странно звучит. Я хотел вообще в 18 лет жениться, просто, ну, что-то не фартануло, не получилось. А если бы подвернулось? Ну, я встречался с дочкой пастора, но что-то мы разошлись. Ну, у меня просто вообще такая семья очень верующая, поэтому я с детства в церковь там каждое воскресенье ходил. То есть у меня такие заложенные принципы, очень ценные, семейные, да. Слушай, ну и сколько бы ты детей хотел? У тебя есть такое представление? Слушай, нас четверо было. Что-то я сейчас смотрю, у меня у сестры двое уже. Я такой, блин, еще двое вообще было бы офигенно. И поэтому я минимум хочу. Сколько? Минимум пять. Три, а дальше сколько бомб? Минимум, о, хорошо сказал. Минимум три. Я думаю, девушка, конечно... Пусть готовится. Девчонки присылайте резюме в директ. Делайте зарядку. Какой ужас. Растяжку. Вам предстоит много работать. Ну что, ты также сказал, что не готов пойти на обычную работу. И сказал, что ты уже успел поработать. Что ты делал? Чем занимался? Да, я не дорассказал же тебе. Я работал на всех, наверное, возможных работах. Вот этих самых панальных. Погнали. Сейчас вспомню, что было. Нет, первое не могу вспомнить. Но работал с папой на стройке. Да, было. Работал в Икее в доставке грузчиком. Работал продавцом. Так. На горбушке. Работал... Не надо уточнять, где. Потому что мы сейчас далеко зайдем. Работал, забыл. Такси работал. Такси работал. Да, работал курьером. А тебе сколько? Еще какие там работы были? Где ты успел столько поработать, учитывая твой возраст? Слушай, у меня были цели. У меня была цель, что в 18 лет у меня машина стояла уже во дворе. И я работал где только мог. А, у меня был свой маленький бизнес по айфонам. Я покупал, продавал айфоны, ремонтировал. В общем, у меня такой сервисный центр Apple и магазин был. Но ты закрыл его? Да куда он? Сейчас, позже, может, открою. Ну, типа, знаешь, нужно, чтобы делать дорого, нужен бренд. А чтобы был крутой бренд, нужно имя. Ну, у тебя есть имя. Ты же Паша. Вот. Да. У тебя тоже. Я Женя. Ну что ж, вот и пообщались, друзья. Смотрите, какая у нас высокоинтеллектуальная беседа. Продолжай музыку слушать. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Не смогу забыть. Это Джонни у нас только что отметился на ZF. Продолжаем общаться с Пашей Дворецким. Привет тебе еще разок. Паш, смотри, у тебя 29 сентября состоялся релиз нового трека, да? «Пятая Авеню» называется. Вот. Мы его сейчас отрывочек поставим, послушаем. Давай пару слов про него расскажем вообще. Когда ты его написал? Где ты его написал? И что за вайп он в себе несет? Слушай, «Пятая Авеню», я думаю, понятно, что вайп какой-то американский. Да, как же это такое? Снимпет я вообще на него снимал в Нью-Йорке, на Тайм-Сквер. Писал я его, знаешь, частями. Сначала перед Америкой и немножко в Америке. Ну, перед полетом. Да, да, да. Вот, поэтому там нет какой-то, знаешь, точной истории. Это больше... Ощущение. ...собранное во все целое. Ну что ж, давай посмотрим немножечко, послушаем его. Небольшой отрывок, ребят, слушайте внимательно. Слушай, ну, любопытно. Необычное звучание, немножко не наше, но все равно, тем не менее, классно его было посмотреть. Не наше, не русское, спустя? Нет, в смысле, не ДИПМовское. Ну, слушай, ну на самом деле действительно так. Оно ведь как будто звучанием немножко метит в другую аудиторию, я имею в виду, что... Да, сто процентов, конечно. Ты доволен вообще релизом трека? Как оно все прошло? Я вот так давно написал, что я уже устал ждать его. Утомился. Ну, я его представил на своем возвращении в Hype House. Я же вернулся недавно. Да, кстати говоря, вот совсем недавно, да, у меня тут написано, что тебя объявили участником блогерского дома. Hype House, да. Да. Ну, сейчас это больше как комьюнити, знаешь. Раньше, да, мы жили все вместе с ребятами, сколько, полтора-два года. Сейчас некоторые живут еще вместе. Вот, ну не все. Но сейчас, когда я вернулся, я уже не переезжаю к ребятам жить. Я живу отдельно. Вот на самом деле, как у человека, который в этом был внутри, любопытно, сильно все это поменялось? А вот с тех времен, когда это было прям невероятно как бы на коне, на волне все что-то в эти хаосы переезжали и как-то внутри что-то пытались вместе делать? Прекрасное время. Просто, знаешь, если можно посмотреть ролики, допустим, на ютубе или где-то еще, то, конечно, иногда слезы могут наворачиваться. Незабываемое время, прекрасное время, чтобы, знаешь, забирать все по максимуму с медиасферы, с площадок каких-то там, тиктока и так далее. Сейчас, конечно, сложнее, но... Но все равно. Но возможно все, конечно. Да-да-да, просто немножко все это... Но сейчас уже не то. Именно что касается с домами, конечно, уже утратило свое... Свой масштаб. Свой масштаб, свою силу, да. Слушай, я прекрасно тебя понимаю. Ну, тикток классная соцсеть вообще. Я считаю, что, наверное, лучшая соцсеть для развития была. Прекрасная. Особенно музыку, если развивать. Огромная машина прям. Люди, которые, знаешь, просто так не могут вложить бабки в продвижение своего трека. Да. Они просто заливали кусочек в тикток. И если я реально людям заходил, а они под него снимали. Да, это должно совпасть все идеально у тебя. Конечно, конечно. Но таких артистов появилось очень много, которые на тиктоке забрали свою аудиторию и просто... Да, невероятно. Невероятная машина была. Просто сейчас треки у них в топ-чартах. И вот согласись со мной, насколько же по сравнению с тиктоком ничего не работает? Все другие соцсети такие тугие в этом смысле. Просто там их надо тиктокить. Слушай, но мы вконтакте сейчас очень хорошо. Да? Да. Вконтакте прекрасно сейчас, как клипы, да, они молодцы делают. Да, молодцы-молодцы, что они стоят на месте, ребята. Так, давай еще поговорим с тобой про хайп хауст. У меня здесь написано, что ты вместе с ребятами поднимался в гору в Дагестане. Ну, мы вообще в гору поднимались с ними с самого начала. Да. Подожди, где тут? Сложный путь был. Не могу волк включить, не подготовился, но хорошая, хорошая заметочка. Ну что, как оно было? Да, недавно я... Вот я когда-то вернулся со Штатов. Да. И мне продюсер пишет, Заир, говорит, а хочешь, типа, в Дагестан? Я такой, конечно. А еще, знаешь, с ребятами, типа, это вспомнить прошлое, когда мы... Да. Мы постоянно же куда-то вместе ездили, что-то проходили. В Калининград там мы летали, мы проходили эту полосу препятствий в армии, военной части. Футбольная команда мы делали, играли, тоже летали. В общем, много всего было. И я такой, конечно, типа, давай, я очень хочу вспомнить этот вайб. И мы, короче, поехали, да, в Дагестан. Ну и как оно? Горы прекрасные, природа прекрасная, каньон очень красивый. Но подниматься было... Я бы не сказал, что мне было тяжело. Но мне написано... Но 7 часов мы шли. Да, но мне написано, что 42 градуса там было, температура... Слушай, в этот день реально было очень жарко, но в горах, когда поднимаешься, там же попрохладнее. Ну, естественно. И поэтому было прекрасно. Я решил подзагореть. Так. Мне говорят, намажешься? Я такой, типа, ты что, родная, куда намажешься? У меня все нормально с кожей. Потом я в палатке там лежал, сидя спал. Слушай, ну прекрасно. Ладно, Паша, отлично с тобой пообщались. Очень классно. Трек замечательный. Желаем тебе, чтобы еще треки выпускал и снова к нам приходил. Спасибо большое, что заглянул. Люблю. Да, и мы тоже. Не уточняем, что именно. И кого. Да. Ну что, хорошего тебе дня. Ребята, я тоже на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Желаю всем самого хорошего денечка. Всем пока. Пока-пока.